Новгородскую область посетили участники уникального пробега на квадроциклах «Дорога домой». Тысячу километров по пересеченной местности и съемки фильма о своих приключениях. Наталья Хмелева убедилась, эти ребята их всегда найдут. Нам дали ковер, дали тряпку, говорят, мойтесь, все, и входите уже с чистой обувью, разувайтесь. Вот так порой гостиницы встречают участников пробега «Дорога домой». И неудивительно, вот это, по словам водителей, чистый квадроцикл. Но грязь и холод для этих людей пустяки, и даже возраст любви к четырехколесной технике не помеха. Самому юному водителю всего 16, ездит он с 10 лет и точно не променяет квадроцикл на компьютерные игры. Когда ты выходишь в чистое поле на квадре, когда у тебя под ногами рев мотора, это просто великолепно. Одноклассники, небось, завидуют или они не в курсе? Некоторые одноклассники даже со мной путешествовали один раз. Стартовал пробег в Санкт-Петербурге, и основная часть маршрута до города Рыбинск пройдет не по дорогам, а по направлениям. В колонии только отечественная техника, и для нее такой путь действительно дорога домой, ведь именно в Рыбинске она и была сделана. Но на пути к цели немало препятствий. Например, накануне группа буквально штурмовала ночной лес. Там километра два, наверное, мы выехали полтора часа. То есть это было болото, это были очень большие колеи заполнены водой, не видно оврагов вокруг, и прямо вот очень было сложно. Долго все застревали друг друга, вытаскивали. Это как бы вот это очень тяжело. Я так поняла, кто-то перевернулся? Да, было дело. Но я в этот момент была пассажиром. В путешествии на квадрах есть свои особенности. Нужна хорошая физическая форма, защитная и лучше непромокаемая одежда, машина сопровождения, забитая походной экипировкой и недюжинный энтузиазм. А его у 18 путешественников хоть отбавляй. И понять их можно. Рев двигателей, грязь, яркие шлемы и адреналин, кажется, разлит в воздухе. Ну как тут устоять? Трофиры взгляд, техника страшная, большая, тяжелая, мощностью в 60 лошадиных сил. Но участники пробега уверяют, справиться с квадроциклом может и новичок. Главное, не забыть о безопасности и не бояться грязи. Поехали! Управлять квадроциклом действительно несложно. Главная проблема – сама дорога, а точнее ее отсутствие. Под колесами ямы, кочки, а порой и вовсе не пойми что. Знакомство же с новгородским бездорожьем закончилось поломкой. Правда, только одной машиной, да и починили ее быстро. В целом, признаются участники пробега, техника проявила себя с лучшей стороны. Тем более, что не все квадроциклы дорабатывали перед началом путешествия. Вот на этой, допустим, есть какой-то тюнинг в виде выноса радиатора и так далее, чтобы его меньше забивало грязью, чтобы он меньше грелся, чтобы его меньше приходилось в дороге мыть, чистить и так далее. Но с нами наряду совершенно вон там стоит красная машина. То есть она совершенно в полном стандарте, равна, как и вот эта вот рядом стоящая ЮТВ. Конечно, проверка себя и отечественной техники на прочность – не единственная цель пробега. Главным результатом станет документальный фильм о путешествии. Снять его предложили сами участники. Бесплатно. Все объекты, которые они посещают, так или иначе связаны с понятием «дом». И это не случайно. Мы проезжали кирпичный завод, старейший в России, в Никольском. В планах у нас посещение еще ряда предприятий, которые по производству фарфора и так далее. То есть вот все, что связано с домом, так или иначе. Ну и в конце мы планируем все-таки найти ответ на вопрос, что же такое дом. За 10 дней дорога домой пройдет по трем областям – Ленинградской, Новгородской, Ярославской. Общая протяженность маршрута – более тысячи километров. А после финиш – 20 августа в городе Рыбинск. Ну а 23 числа всю эту экстремальную кампанию можно будет увидеть в Санкт-Петербурге. Водители обещают – посидеть за рулем позволят. Похоже, оно стоит того. Из Чудовского района Наталья Хмелева, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение.